МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами Гончариканна. И это программа «Открытый диалог» на телеканале Интекс. Здоровый образ жизни, красивая фигура и занятия спортом для многих сейчас становятся приоритетными вопросами, особенно в летний период. Сегодня мы пообщаемся о фитнесе, здоровом образе жизни и многом другом с персональным фитнес-тренером, руководителем танцевально-спортивного клуба «Титан» Андреем Вальмсом. Привет, Андрей! Привет, Аня! Ты основатель танцевально-спортивного клуба. Как возникла идея создания? Ну, идея создания была проста. Когда ты занимаешься всю жизнь спортом с самого раннего возраста, ты в любом случае стремишься к чему-то, к какой-то своей цели. Я тренировал с самого детства, с самого детства тренировался. И когда стал тренером уже достаточно долго, ну, всегда мечтал тренировать людей, создать что-то свое. Потом я познакомился с женой, которая тоже всю жизнь была в танцах. И совместно мы подумали, что все-таки стоит сделать что-то свое, чтобы развивать именно свои идеи, свои направления. Вот хорошо. Танцы и спорт, вот как они взаимопересекаются? Если рассматривать с точки зрения физической активности, да, то танцы, у нас есть даже такое выражение, танцы тоже фитнес. То есть ведь фитнес это же массовая физическая культура, которая была раньше. И поэтому, как с точки зрения физической активности, танцы очень похожи, очень схожи спортом с фитнесом. Будем говорить лучше фитнес, потому что спорт это скорее всего более профессиональное, поэтому ничем не уступают. Это тоже такой же фитнес, такая же физическая нагрузка, такая же физическая активность. Вот если возвращаться к танцам, а можно ли заниматься танцами взрослым уже в возрасте, вот только начинать? Ну, вообще как бы возраст это понятие субъективное, да, то есть возраст у нас в душе, поэтому любой физической активностью, опять же, танцами, любым направлением, любым направлением фитнеса можно заниматься в любом возрасте. Было бы только желание, возможности всегда найдутся. А вот на твой взгляд, детям обязательно ли заниматься танцами? Будем опять же говорить о том же, что это все фитнес, все здоровый образ жизни. Детям обязательно заниматься физической активностью. В силу того, что наш мир сейчас немножко меняется, или значительно меняется, у детей становится мало физического, ну, физических упражнений, мало вообще движения, да, то есть они больше проводят время в телефонах, в планшетах, и теряются какие-то движения, которые раньше, это было естественно, да, то есть если раньше ребенок поворачивал головку, потом ползал, поворачивался, вставал на ноги, то сейчас ему дают ходунки, дают ортопедическую обувь, и эти паттерны, называются в фитнесе, они теряются. То есть даже если кто-то из родителей, например, дает сейчас упражнения, разные ходьба, все, то, например, такое движение, как раньше мы лазили по деревьям, по заборам, оно вообще теряется, и вот это в дальнейшем проблемы с позвоночником, проблемы со спинами. Поэтому детей чем раньше нужно отдавать, тем лучше, не обязательно в спорт, фитнес, общая физическая подготовка, обязательно. Вот совсем недавно у вас открылось новое направление, фитнес для детей, вот что включает в себя данное направление? Ну да, фитнес для детей – это такое масштабное направление и очень важное, ведь, ну, все наше будущее – дети, правильно, молодежь, дети. Поэтому мы давно шли к этому, прошли много обучений, как бы, и работали уже давно с детьми разного возраста, но решили больше специализироваться, потому что в силу своей деятельности я, ну, общаюсь со многими тренерами специализированными и борьбы, и футбола в городе, хоккея, танцев. И ведь спорт – это всегда специализация, то есть это какое-то одно направление направлено, где мало уделяют внимания общей физической подготовке, а это очень важно, это 50% всего успеха. То есть, когда ко мне дети приходят на тренировку в 11-12 лет, и хочется сказать, где вы были, ну, намного раньше, потому что они не готовы, ну, не готовы, не подготовлены вообще физически, поэтому с 4-х, даже с 3-х лет можно развивать, начинать отправлять детей в детский фитнес. Это все будет в игровой форме сначала, конечно, очень, ну, детям очень нравится. Хорошо, давай вот разграничим фитнес для детей. Какой возраст, какие условия, там, допускаются ли родители вместе с детьми на данной занятии? Буквально недавно мы думали про одно еще из разновидностей такого направления – сделать совместные тренировки родителей и дети. Мы будем думать дальше над этим, думаю, что-то придумаем однозначно. Но пока возрастные категории 4-5 лет у нас, может быть, 6, потом 7-8, 9-11, 10, ну, дальше там разделяется 13-14, занятия будут, потому что у каждого возраста, у каждого свои предпочтения, свои особенности, свои принципы работы, психологические процессы. И преподаватели, и тренера тоже учатся конкретно к какому-то возрасту работать с детьми. Хорошо. Вот что касается тебя, как ты относишься вот к правильному питанию? Считаешь ли калории? И на твой взгляд, вообще стоит ли заниматься таким делом, скажем так? И как лучше считать калории, если как бы вот мы строгаем эту тему? Это, возможно, какие-то там программы, либо еще что-то? Сразу компрометирующий вопрос, такой как тренеру. Как тренер, конечно, я должен был бы ответить сейчас, что да, я считаю калории, не нарушаю режим, кушаю только правильную еду. Мы себе позволяем разную еду. Принцип вообще моей работы такой тоже – научить человека правильно кушать. Научить, что для него есть зло на данном этапе, а что нет. То есть каждый человек все равно будет сам выбирать свой путь, и даже свой путь в правильном питании. Что такое правильное питание? Правильное питание – это то питание, которое позволяет сейчас вам достигать каких-то целей, которое помогает вам в этом. То есть подсчет калорий – да, это классно, это круто, это правильно. Но сможете ли вы всю жизнь считать калории? Психологически это тяжело. Я скажу, что за столько лет работы с людьми в тренировках я могу по пальцам сказать, наверное, пересчитать, сколько человек, которые все время считают калории. То есть да, как научиться для того, чтобы правильно кушать – это классно. Главная задача – это научиться выбирать еду, пищевой мусор, так говорится, где много консервантов, и здоровую еду. Вот это самый главный принцип. И все будет. Вот есть такая теория частых перекусов, то есть мы должны есть как бы немного, но часто, да? Если человек не чувствует голод, вот нужно ли придерживаться вот этих теорий частых перекусов? Да, есть, наверное, такая пословица, да? Нужно жить, не нужно жить, чтобы есть, а нужно есть, чтобы жить. То есть еда – это только топливо для нас, как для машины. И поэтому это… Ну, сейчас это миф, который говорит о том, что частые перекусы, они разгоняют метаболизм. Нет, ничего они не разгоняют. Поэтому неважно, сколько раз в день ты ешь, в какое время ты ешь, ешь ли ты после шести – это очень большое заблуждение или нет. То есть можно есть после шести, сразу скажу. Важно то, что ты ешь. Общее количество калорий. Когда ты их уже знаешь, ты на глаз уже будешь понимать, что нужно кушать, и совсем не важно, в какое это время. Там есть, конечно же, нюансы, но это уже более глубокий вопрос. Считается, что лучший способ сбросить вес – это бег. Так ли это? О, тоже серьезный вопрос. Это, ну, мнение такое испокон веков. Сейчас у нас, наверное, популяризация бега. Ну, вообще, в общем-то, здорового образа жизни – это круто. Наконец-то мы к этому пришли. Но мы, конечно, еще только на пути этого становления. Если рассматривать бег с точки зрения физической активности, то я вам скажу так, час моего бега в моем состоянии – это один сникерс. То есть, представляете, сколько мне нужно бегать тогда, если сжечь всю свою еду, все свои калории. Поэтому проще урегулировать питание, чем бегать. Придется очень-очень много бегать, и, скорее всего, будет больше проблем с суставами, и вообще со здоровьем, чем больше, чем пользы. Бегать нужно в удовольствие. И есть классное выражение серьезного тренера американского. Так, невозможно бегать, чтобы прийти в форму. Нужно прийти в форму, чтобы бегать. А вот чем ты объяснишь небывалую популярность бега? Ведь бег – это одно из самых распространенных занятий в спорте. Скорее всего, это вседоступность. То есть, бегать можно везде. Не обязательно в стадион. Нужно кроссовки, даже не обязательно хорошие. Конечно, желательно. В лесу, на пляже, на стадионе. То есть, скорее всего, это доступность. Хорошо. Вот мы затронули тему здорового образа жизни. Что для тебя здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни для меня – это комфортное физическое состояние на данном этапе моей жизни, на данном пути достижения каких-то целей. То есть, первым делом для меня, наверное, это сон. Полноценный сон. Потом полноценное питание, которое позволяет мне хорошо тренироваться, работать. То есть, даёт мне нужную энергию. И только потом это тренировки. Вот это, скорее всего, здоровый образ жизни для меня в целом. А вот назови три правила для тех людей, которые только собираются перейти на здоровый образ жизни. Ну, три правила. Никого не слушать. Первое? Первое правило. Если решил действовать, меньше читать интернет, консультироваться с специалистами и всё, идти к своей цели, несмотря ни на что. Второе, третье? Третье правило, наверное, первым делом купить красивую одежду. Красивую и удобную. Для фитнеса. Красивую и удобную. Я скажу вам, как тренер, это большой секрет, залог успеха. Девушки только так приходят к этому. Это как мотивация. Хорошо. А вот на твой взгляд, когда лучше заниматься спортом? Утром, вечером, днём? Ну, опять же, наверное, мы будем говорить про фитнес больше, правда? Потому что спорт всё-таки это достижение высоких результатов, это медали. Это совсем другая категория людей. Поэтому после пробуждения должен пройти время. То есть твой организм должен завестись. То есть там выпить стакан воды. Это может быть зарядка. Это как бы невысокая нагрузка. То есть, ну и скорее всего, это тоже субъективное мнение. Это индивидуально очень. То есть кто-то любит заниматься утром, кто-то вечером. То есть это вполне допустимо. Хорошо. Самое сложное в здоровом образе жизни – это начать. Но когда ты начинаешь, да, не всё складывается, возможно, так, как хотелось на первый взгляд. Как мотивировать себя и вот не отступать от достижения своих целей? Ну, начать, наверное, во всём сложно. Всегда сложно начать. Самое главное – сформировать свою цель в голове. То есть чего мы хотим. Я всегда вот говорю, да, когда приходят девушки в зал похудеть, они не всегда сильно мотивированы, да. То есть это такое, сегодня я покушала, я правильно, я уже похудела, завтра не покушала, уже набрала. То есть это такая очень абстрактная цель. То есть цель должна быть более глобальная. Например, прийти в хорошую форму, прийти, ну, чувствовать себя хорошо, чтобы у меня не болела спина. И вот те люди, у которых есть какие-то проблемы, там, с уставами, со спиной, там, сидячая работа сейчас много, они приходят, болит спина. Вот они более мотивированы. И когда у них проходит спина, это, ну, лучше всего показывает, до какой степени человек мотивирован. Поэтому главное составить себе план в голове, выбрать цель четкую и понятную, к чему мы идем. И всё, идти вперед. Вот, возможно, какой-то пример, например, товарища, вот, только пример настоящий, не из фильма какого-нибудь, а вот соседа, товарища в зале напарника. Ну, это очень круто помогает. А как сделать тренировки частью жизни? Всегда у нас не хватает времени, да? Да, тренировки, это тоже, конечно же, всегда отговорки, хотя и сам, бывает, сталкиваешься с тем моментом, что, да, не хватает времени. Тренировка должна быть в удовольствии. Это факт. Это, опять же, не про спорт, потому что в спорте, конечно, на первом месте медали. Тренировка должна быть в удовольствии. Тренировка должна давать вам больше, чем забирать. Тоже классное выражение классного тренера. Поэтому, когда вы будете приходить после тренировки в удовольствие, не умирать три дня на диване, не могу встать. Вы завтра будете просыпаться полной энергии. И шаг за шагом, шаг за шагом, неделя за неделей, ну, это станет вашим образом жизни. И вы уже будете отталкиваться от тренировки, строить свои планы на неделю от тренировки. А не там, у меня магазин, прическа, ногти. А тренировка потом, а сегодня пропущу, не получается. А у вас тренировка уже будет в плане. И все. Как часто необходимо заниматься фитнесом? Стандартный какой-то момент для того, чтобы новичка приучить к фитнесу. Два-три раза постоянно занятий вполне. То есть не нужно бросаться в крайности и ходить там каждый день, как многие. Мне нужно похудеть за две недели до отдыха. Ну нет, так не работает организм. Поверьте, он у вас заберет больше, чем вы ему, ну, чем вы хотите. Поэтому два даже раза, но на постоянной основе вы будете восстанавливаться, хорошо кушать, хорошо спать. Тренировка будет в удовольствие. Думаю, все будет класс. Хорошо, существует такой стереотип, может, не стереотип, когда спортсмен распространяет свою карьеру, он очень быстро набирает вес. Есть ли такое и с чем это связано? Ну, есть, понимаете, есть. Такое присутствует. Не у всех, опять же, есть разные спортсмены. И это не плохо и не хорошо. Это есть. Понимаете, спортсмен – это человек, который всю жизнь в рамках, в больших рамках, физических, психологических. Это сложно. Причем, если спортсмен высокого уровня, то очень сложно. Вот он всю жизнь, 30 лет себя сдерживает, сдерживает, идет, идет к своему пути, достигает его. Ну, все же мы живые люди, мы расслабляемся. Но отдать должное, потом этот спортсмен может взять себя в руки и вернуться опять в такую же форму намного быстрее. Поэтому, ну, это все человеческий фактор. А вот в каких случаях силовые тренировки противопоказаны? Ну, противопоказаний на самом деле может быть как и много. И можно сказать с другой стороны, что с любым из противопоказаний можно работать. Ведь силовая тренировка – это такое очень абстрактное, обширное понятие. То есть, это не обязательно поднимать большие веса. То есть, с любым из противопоказаний можно найти принципы, метод тренировки, чтобы помочь человеку для достижения какой-нибудь цели. То есть, даже реабилитация после травм, например, реабилитологи работают, и у них тоже есть силовая тренировка. Поэтому, ну, частный случай нужно рассматривать. А вот как часто нужно менять комплекс упражнений, чтобы мышцы не привыкали? Ну, это такой тоже момент, больше такой из бодибилдинга. Есть теории, когда привыкают мышцы, адаптация мышц. То есть, это более глубокие такие моменты. Для новичка вполне раз в 6 недель менять повторения в упражнениях, менять немножко рабочие веса, менять порядок упражнений. Будет достаточно. Раз в 6 недель, в 6 недель, в 6 недель, просто прощение, в 6 недель. Вполне достаточно. А вот можно ли потерять форму за время отпуска или праздников, если пропускать тренировки и, там, нарушать режим? Ну, первым делом нужно знать, что такое тогда форма. Какая была форма у человека. Это можно рассматривать, опять же, как отдых. Ну, мы сделали чуть шаг назад. Ну, мы опять вернемся к тренировкам и достигнем их. Нельзя все время идти вверх. Да? Ведь путь любой цели, он вот такой, как горки. Поэтому, ну, будем рассматривать его как шаг назад, потом сделаем два шага вперед. А вот что нельзя делать до и после тренировки? Вот три запрещенные вещи. Как совет давайте, да, рассмотрим просто как совет. Я бы не советовал до тренировки пить энергетические напитки, кофе, потому что на тренировке и так будет повышаться давление. Зачем себя тонизировать? Мы должны свой организм запустить естественным путем. Правильно? Не советовал бы и не рекомендовал бы плотно кушать, то есть за полтора-два часа какие-то метры. После тренировки можно плотно кушать? Тоже сейчас расскажу. Нет. До тренировки за полтора-два часа медленные углеводы, это какие-то каши, очень будет хорошо. Она даст нам энергию на тренировки. После тренировки нужно тоже еда, которая быстро, максимально быстро усвоится. Это белок. В оптимальном варианте это могут быть, конечно, коктейли протеиновые. Это оптимальный вариант. Ну, либо какой-то легкий продукт, который легко усвоится. То есть потому что жирная еда, она будет тяжело перерабатываться. То есть организм еще восстанавливается после тренировки, он затрачивает энергию, а ему придется еще затрачивать на переработку еды. Поэтому нет, нужно полегче. И после, и до. Третий совет, как я и говорил, экипировка очень влияет. Это я вам из опыта говорю просто, это факт. Хорошо. Вот сейчас погода позволяет нам быть на улице. Все же, при какой температуре все еще можно заниматься на улице? И есть ли какие-то ограничения, либо предложения, советы по экипировке? Если мы занимаемся на улице. Ну, вообще занятие на улице, это супер. Это круто, это классно. Это всегда кислород. Если это еще какой-нибудь зеленый парк, лес, всегда замечательно. Противопоказаний при каких-то температурах и ограничениях, ну, как таковых нет. Возможно, там в организациях всемирных каких-то, ну, есть официальные. Но это, опять же, очень индивидуально и субъективно, правильно? Человек каждый смотрит по самочувствию. То есть нужно смотреть на свое самочувствие. Конечно, мы не будем тренироваться под палящим солнцем. Это некомфортно, неудобно. И качество тренировки будет страдать. Поэтому нужно выбрать хорошую, комфортную температуру. Я говорю еще раз, парк какой-то, может быть, и возле водоема. И индивидуально смотреть, если человеку хорошо, можно тренироваться при любой температуре. Плюс экипировка. Конечно, экипировка не должна стягивать ваши движения, сковывать ваши движения. Должна дышать. По обуви большая рекомендация и просьба даже у всех, кто будет выбирать обувь на занятия. Обувь должна быть широкая. То есть наши пальцы должны, естественно, широко себя вести. В стопе. Вот как и рука, так и стопа. То есть наши пальцы должны двигаться. Это все привет всем лодочкам и лабутенам. Поэтому обувь должна быть комфортная. Максимально широкие носы, плоская подошла. Вот хорошо. Если после сегодняшней передачи люди решают попробовать себя в фитнесе. То есть это же не требует каких-то дополнительных тренировок, каких-то факторов. Куда им идти, где вас найти, что можно рассмотреть? Ну, мы в данном, в частности я, например, являюсь и персональным тренером, провожу персональные тренировки. Также провожу тренировки в мини-группах и групповые тренировки, формат тренировок. Это фитнес, все направления фитнеса. Силовой, функциональный, петли TRX, интервальная тренировка, круговая. То есть новичку, конечно, начать лучше, это идеальная формула, с персональных тренировок. На них мы сможем посмотреть, во-первых, все ваши противопоказания, пообщаться с вами, выбрать набор упражнений, которые надо, поставить технику упражнений. И тогда уже можно пойти на групповые. А там уже дело, понимаете, нужно найти свое, нужно найти свое направление, куда душа лежит. Ведь вы долго не сможете ходить туда, где с под палки загоняют. Поэтому можно пробовать. Но начать нужно с персональных тренировок, для того, чтобы технику поставить. Понять, поставить технику. Тренер расскажет, поможет. А потом попробовать разные направления и найти свое. Так куда же идти? Кому писать? Где записаться? Мы работаем сейчас. Наш зал находится, танцевально-спортивный клуб «Титан» «Ленина-5», здание технологического колледжа. Там вам расскажут, покажут, объяснят все направления фитнеса, а также танца, которые есть у нас в клубе. У нас грамотные специалисты, все сертифицированы, все с профильным образованием. Это одно из главных наших требований. Всегда было и будет. Помогут с любым вопросом. Также я еще веду персональные тренировки в фитнес-клубе «Волот». В Светиловском. Можно записываться, писать в Инстаграм, звонить. Всегда поможем, всегда рады будем. И я лично помочь, и наши тренера. Андрей, какие вот еще интересные проекты ты планируешь реализовать в городе в ближайшее время? Есть ли они, да? Раскроешь ли ты нам себе? Да, один проект есть, мы пока его не расскажем. Так. Очень интересный, больше связан с танцами, скорее всего. Более, не скорее всего, а точно с танцами. Второй момент, мы, конечно, хотим сейчас развить очень сильно, и мы это сделаем, общая физическая подготовка детей любого возраста. Хотим сотрудничать с профессиональными командами, с тренерами специализированных видов спорта. То есть, чтобы наши детки от нас приходили готовыми уже в любой спорт. Чтобы они были готовы к школе. Чтобы у них не было проблем ни с осанкой, начиная там со стоп, с позвоночника. Чтобы они от нас уходили подготовленные и, главное, здоровые. Спасибо большое, Андрей, за такую увлекательную беседу. Я думаю, что многие заинтересуются данными видами, которые вы можете предоставить жителям нашего города и не только. Вам успехов в реализации новых проектов и всего самого наилучшего. Спасибо большое вам за приглашение. Нам очень было приятно. На этом сегодня все. С вами была Гончарик Анна. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»